За укусы компенсация. В Ангарске хозяйка собаки заплатит соседке, которую укусил пес, 7 тысяч рублей. Такое решение принял городской суд. Было установлено, что собака нечистокровной бойцовской породы напала на женщину во время прогулки. Рядом находилась хозяйка животного. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. Ей пришлось пройти курс уколов от бешенства и столбняка. Однако хозяйка собаки с решением суда не согласилась и направила апелляционную жалобу. Правда, она так и не была удовлетворена. Раскрыл кражу до обращения потерпевшей. Накануне в Ольхонском районе в отдел полиции за административное нарушение был доставлен 60-летний мужчина. В ходе его опроса участковый заподозрил, что тот может быть причастен к преступлениям, совершенным ранее на территории райцентра. И действительно подозреваемый признался, что похитил две зимние куртки со двора дома, пока его хозяйка отсутствовала. Участковый изъял похищенные вещи и передал их владелицы на следующий день, когда та пришла подавать заявление о краже. Девять железнодорожных переездов капитально отремонтируют в Иркутской области в этом году. Они расположены в Тулунском, Куйтунском, Зиминском и Усть-Кутском районах, а также в Иркутске. Реконструируют и переезды в соседней Бурятии. Специалисты заменят дорожные знаки, направляющие столбики, заасфальтируют автомобильные подходы и переходные дорожки. На нескольких переездах будет произведен ремонт шлагбаумов, восстановлены водоотводные лотки. После всех работ будет нанесена дорожная разметка. Всего на Восточно-Сибирской железной дороге капитально будут отремонтированы 14 переездов. На эти цели затратят почти 5 миллионов рублей. Именно столько составила сметная стоимость работ. Иркутские полицейские восстанавливают старые автомобили. На этой технике в свое время работали сотрудники правоохранительных органов. Акцию решили провести в честь 25-летия Управления МВД города Иркутска. Всего планируется восстановить 10 транспортных средств. Четыре ретроавтомобиля уже готовы. Еще два находятся на завершающей стадии ремонта. Сегодня старинные машины представлены на всеобщее обозрение рядом со зданием городского ОВД на улице декабрьских событий. Часть автомашин фактически собиралась с нуля, полностью разбирались, восстанавливались, приводились в соответствие. Все запчасти на их стоят оригинальные. Спецоборудование, которое используется на автомашинах по годам, тоже соответствует действительности. Поэтому транспорт был собран для юбилея. Весь транспорт на ходу и передвигается. Эти автомобили полицейские планируют поставить в гараж на хранение. А летом, когда все 10 машин будут отреставрированы, ретро-коллекцию собираются представить на различных выставках, а также в День города. В Иркутске появится памятник Валентину Распутину. Его планируют установить в сквере справа от драматического театра имени Охлопкова. За эту идею проголосовали представители комиссии по топонимики. Своё решение они в ближайшее время озвучат городским властям. Напомним, раньше на этом месте планировали установить памятник матери известного российского скульптора Зураба Церетели. Если мэрия поддержит решение комиссии по топонимике, то для скульптуры матери подыщут другое место. Десятый международный фестиваль джаз на Байкале пройдет в Иркутске с 3 по 6 апреля. Начнется мероприятие с открытого концерта «Вечер сибирского джаза», в рамках которого выступят молодые иркутские джазовые музыканты. Всего в программе заявлены выступления восьми известных джазовых коллективов и вокалистов. Завершится фестиваль большим гала-концертом с участием Игоря Бутмана и американского джазового пианиста и композитора Билла Эванса. Финал чемпионата и первенства региона по волейболу среди мужских команд пройдет в Иркутске 21 марта. За звание сильнейших будут бороться 8 команд. В 12.30 стартуют игры Первой лиги, в 16.30 на площадку выйдут команды высшей лиги. Соревнования состоятся в спортивном зале Ирниту.